Всем привет, на связи Мабу и я вас рад приветствовать в нашем еженедельном субботнем подкасте. И в сегодняшнем подкасте мы с вами поговорим про такую очень важную тему, которая возможно она стоит не сразу перед глазами, когда вы входите в андроид разработку, но тем не менее вы столкнетесь с этой тематикой, когда вы уже начнете работать в качестве андроид разработчика. Итак, где же вам искать заказы, как же вам работать с заказчиками на первых этапах, то есть где брать заказы, я не буду говорить сегодня про фриланс, потому что там довольно таки все просто, мы фриланс рассмотрим другой как-нибудь раз, а сегодня мы поговорим как работать напрямую с заказчиками. В общем-то устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности, то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за две недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. На самом деле, когда вы начнете думать, как же вам брать заказы, вы, возможно, пойдете по неправильному пути. Самым неправильным путем, который может быть, это размещение платной рекламы. Платная реклама практически не работает, но если она работает, имея в виду платная реклама в плане привлечения клиентов на разработку мобильного приложения, я в этом плане имею в виду, потому что человек не готов вам платить, потому что он вас не знает, а работать бесплатно это очень плохо. Раньше я был сторонником брать предоплату 50%, сейчас я работаю только по полной предоплате. Никогда бесплатно, без даже предоплаты, меньшей 50%, не начинайте работать. Итак, а как же нам взять таких заказчиков, которые будут готовы вам хотя бы оплатить аванс? Существует два основных канала привлечения таких заказов, и, у счастья, они бесплатные будут для вас. То есть мы не будем публиковать платную рекламу. Платная реклама, вы просто сольете все бюджеты, и она не оправдает себя. Существует два главных подхода. Ну и, естественно, это демонстрация себя в качестве эксперта, но этот подход требует очень длительной подготовки. У вас на подготовку и прокачку этого подхода может уйти год, полгода, а может и несколько лет. И вторым основным пунктом, которым является, я даже бы сказал, что это первый путь по привлечению. Даже, скажем не так, существует три подхода. Первый подход, самый главный, про который я сейчас буду рассказывать. Ну, во-первых, первый подход, это разработка подобных приложений, публикация этих приложений в Play Market и размещение в этих приложениях, информация о вас, как о разработчике, об этом чуть позже говорим. Второй путь, это прокачка себя в качестве публичного человека, то есть это создание своих, прокачка соцсетей, создание своих блогов, YouTube каналов и прочее. То есть демонстрация себя как специалиста. И третий путь, это кооперация с другими специалистами. Давайте по порядку. Первый путь, это размещение информации о себе в мобильных приложениях. Как это работает? Например, допустим, возьмем какой-нибудь город Миллионик, в котором есть, скажем так, салон красоты, который занимается только лишь, допустим, маникюры, педикюры, стрижка, все вот это в этом духе. Он небольшой салон красоты, он находится в новеньком спальном районе и хочет, как бы, скажем так, с помощью приложения улучшить свой сервис и привлечь этим способом к себе клиентов. И он задается таким вопросом, что нужно мне, как бы, сделать мобильное приложение. Ну, начнем с Android. Нужно Android приложение. И я у вас уверяю, первое, что сделает такой салон красоты, он задумается, что должно быть в мобильном приложении, что он хочет видеть, и он просто пойдет и посмотрит, этот клиент пойдет и посмотрит на мобильные приложения, которые уже существуют. Возможно, не у конкурентов, просто которые есть. И для интереса просто зайдет в Play Market и скачает мобильное приложение. Возможно, это мобильное приложение будет тем мобильным приложением, которое вы разработали уже для другого такого клиента. Это очень сложный подход, но он очень классно работает. В общем-то, вы разработали, допустим, мобильное приложение также для салона красоты, но для другого. И он заходит, ему все нравится, как все работает, дизайн, все красочно. И я вас уверяю, если вы ставите ссылку на свой профиль, как на разработчика, то этот клиент свяжется уже с вами и попросит, что вы для него разработали это мобильное приложение. Почему он к вам обратится? Во-первых, он понимает, что вы это уже сделали, и вы это уже умеете делать, и так как вы это уже сделали, скорее всего, вы это сделаете в несколько раз быстрее. Во-вторых, он уже понимает, что получит в итоге, что с вами можно работать, что вы его не кинете. Это прокачивает отношения в плане предоплат. Ну и в-третьих, он посмотрит на ваши другие работы, и посмотрит уже на вашем профиле, что вы прямо специалист, посмотрит на ваши соцсети. Этот подход, он можно называть как сарафанное радио, то есть, когда одни люди рекомендуют вас как специалисты другим людям, да, только заместо людей в данной схеме, в сарафанного радио, участвуют, скажем так, это автоматизированное сарафанное радио, тут не участвуют люди, тут участвует ваш продукт. То есть, вы демонстрируете с помощью уже разработанного приложения то, что вы можете уже это создавать, и даже улучшить. Где нужно размещать такие ссылочки? Ссылочки нужно размещать на экране загрузки, у вас демонстрации, на главном где-нибудь экране, и обязательно нужно в навигационном меню, в навигационном меню, и обязательно сделайте еще раздел о разработчике. То есть, максимально, чтобы у вас везде было видно. Оставляете свое имя, да, при табе по вашему имени, или как-то, как-то там сделаете, может, какую-то иконку, или перейти. Человек переходит на, лучше всего, чтобы у вас был свой сайт. На ваш сайт, и там обязательно, чтобы на сайте было главным, главное меню, пункт проекта, и в проект он может уже перейти, с описанием проекта, там уже нужно вам демонстрировать свои проекты, как кейсы. То есть, вы должны будете рассказать, что бы создавалось в мобильном приложении, что хотел заказчик, какие пути решения проблемы были предложены, и что вы реализовали, что вы реализуете все на современных технологиях, с хорошей архитектурой, что мобильное приложение работает очень быстро, и вот, в таком духе, показать преимущества и устранение той боли, которая есть у потенциального заказчика. Ну и также можете под каждым проектом поставить ссылочку на Google Play, в данном случае, в котором человек может зайти и скачать, еще посмотреть другие ваши работы, установить приложение, и посмотреть ваши другие работы. Но это что касается автоматизированного такого сарафанного радио, когда вы оставляете ссылки на свои работы. То есть, человек уже знает, что вы это делали, ему понравилась ваша работа, и он просто быстренько вас находит. Также есть неавтоматизированное сарафанное радио, но работает точно так же, только последниками становятся уже ваши действующие клиенты. То есть, вы разработали какое-то подобное приложение для другого клиента, какого-то, да, и даже не для подобного бизнеса, а просто для бизнесмена. И потом его друг бизнесмен говорит, мне тоже как бы хочется мобильное приложение, а он ему друг говорит, слушай, ну я недавно заказывал, мне специалист классно все создал, классно работать с ним, не кинул, делал высокого качества, и реально приложения, которые он делает, они приносят выгоду. То есть, не обязательно в потоке клиентов, а в улучшении сервиса, что-то прикольненькое сделать. И тем самым, ну-ка, его знакомый, такой же бизнесмен, говорит, ну-ка, дай мне его контакты, я пообщаюсь с ним. И вот вам уже теплый, подогретый клиент, который уже пришел по рекомендациям, и это самый лучший клиент, и они вам доверяют. Это два основных пути, сарафаново радио, то есть, когда вы оставляете ссылки, скажем так, некоторые, некие копирайзоны, ссылки в мобильном приложении, и когда вас уже, консуль, вас советуют одному бизнесмену, другие бизнесмены. Это самый лучший путь, как вы можете получать заказы. Но этот способ будет работать, чтобы вам нужно это, ну, хотя бы нужно три приложения сделать, которые действуют. Тогда этот будет способ работать. Идеально он работает после одного года работы. Идеально. Второй способ, который я бы вам рекомендовал использовать, я его поставил на третье место, но я сейчас расскажу о нем во вторую очередь. Это кооперация с другими специалистами. Самые классные клиенты, самые классные заказы, это большие заказы, за которые платят много денег. В таких заказах участвует не только разработчик, участвует какой-нибудь проект-менеджер, участвует обязательно дизайнер, участвует проектировщик, ну, участвует, естественно, разработчик. Но проектировщик и проект-менеджер может вообще не существовать, и в проекте, и на 90% проекта, он не будет существовать. У вас такие люди, не будут участвовать в проекте. Но дизайнер будет всегда в большом проекте, всегда он будет. И поэтому я вам советую кооперироваться с дизайнерами, то есть договаривайтесь с ними о сотрудничестве, можете найти их либо на бирже фриланса, либо их просто загуглить в какие-нибудь профили через соцсети. Ну и суть в чем, вы предлагаете услугу разработки и говорите, давай я буду тебе отправлять, если мне будет заказчик, я буду отправлять тебе на разработку дизайна, а ты мне после разработки дизайна и договаривайтесь о сумме, что если от вас придет к нему, то он вам отчисляет 20% от заказа, если от него к вам, то вы ему 20% отчисляете от заказа, ну то есть по взаимной выгоде работать. Плюс вы должны понимать, что дизайнер, когда придет за дизайном приложения, он потом должен, когда у него будет готовый дизайн, он пойдет к разработчику. И этот дизайнер в 95% случаев посоветует именно вас, и в 95% случаев клиент согласится с вами работать, потому что он уже пришел от конкретного дизайнера, и он понимает, что вы как разработчик с этим дизайнером функционируете, общаетесь, и у вас меньше будет, скажем так, споров по поводу разработки мобильного приложения, и он к вам обязательно придет. То есть это классный вариант, такой кооперация с другими специалистами, со смертными специальностями, но в данном случае в мобильной разработке это что, первое, что приходит на ум, это именно кооперация с дизайнерами. Поэтому это очень важно, договаривайтесь с дизайнерами на общую работу. Ну, кроме того, также когда он к вам придет, клиент, нужно приложение, вы посоветуете ему разработать дизайн, и подведете к своему дизайнеру. В общем-то, так работает кооперация с другими специалистами. И третий путь, он по технологии, он самый простой, по длительности реализации самый сложный. Это быть, вам нужно быть публичным человеком. В идеале, если где-нибудь будете выступать, как публичный человек, но можете и, как, скажем так, представлять, открыть свой YouTube канал, допустим. Только вам нужно вещать не на тему, как создать там панель навигации, как создать там кнопку, то есть, не демонстрация ни кода, ни объяснение, как что реализовать. То есть, блок не для разработчиков, а блок для бизнеса. То есть, вы в своем блоге, на своем YouTube канале, допустим, должны раскрывать такие темы, которые будут интересны бизнесменам. Как именно сферы влияния и развития бизнеса с помощью мобильного приложения. И вы должны пооказывать всю выгоду использования мобильного приложения. И вот именно делать вот такие разговорные видео, в которых вы будете рассказывать о преимуществах мобильного приложения для бизнеса, убеждая клиентов обратиться к вам за разработкой. Ну, естественно, везде будете ссылочки ставить. Также прокачивать можете свои соцсети. Обычно это Instagram для разработчиков, да, лучше Facebook, да, Twitter. Это все для... Я всегда говорю, что лучше работать на иностранный рынок, поэтому все англоязычно. Ну и, собственно, кроме этого, можете ввести свой блог. Но, опять же, блог на сайте, это сейчас очень сомнительная вещь. Намного лучше прокачиваются, прокачивают готовые сервисы, которые уже предрасположены к блогу. То есть, есть готовые сайты, которые можно использовать. Ну, тот же Medium, допустим, на англоязычную аудиторию, который можно использовать в качестве блога, а там будете получать больше трафика, нежели если будете создавать свой сайт. Ну, можете также ввести сайт, но он блог-сайт, собственный блог на сайте, он сейчас не особо в плане продвижения продуктивен, поэтому я не советую. Я советую открывать YouTube канал, ввести соцсети Instagram, Facebook, вот так вот. Ну, вы можете использовать готовые блоги на готовой площадке, публиковать свои статьи. В общем-то, это три основных пути, по которому лучше всего привлекать новые заказы. Но пока у вас нету этих всех ресурсов, пока у вас нету собственных проектов, пока у вас нету собственного блога или YouTube канала, пока вы еще не скооперировали с другими дизайнерами, то единственный и правильный вариант, как получить вам новые заказы, это идти на фриланс. Фриланс биржа Upwork, но если вы решили поэкспериментировать и работать на российское, на русскоязычном пространстве, я вам рекомендую Freelance.ru. То есть, начинаете с фриланса и потом переходите на работу с такими, с постоянными заказами. Ну, также есть классный вариант, когда вы работаете с заказчиками только от своего города. Там уже есть другой способ продвижения, как продвигать себя. Если вам интересна такая тема, как поиск заказов именно у себя в городе, то есть с теми заказчиками, с которыми вы можете физически встретиться, то пишите мне это в комментариях, я сниму на следующей неделе такой подкаст. Ну, и основные три пути, это именно создание подобных приложений, которые уже требуются для подобного бизнеса или не для подобного бизнеса. То есть, создание подобных, скорее всего, подобных приложений, в которых вы везде оставляете ссылки на себя, как и на разработчика, чтобы клиенту, которому понравилось конкретное приложение, он мог всегда с вами связаться и договориться о разработке. Также неавтоматизированное сарафанное радио, когда одни бизнесмены вас рекомендуют в качестве разработчика другим бизнесменам. Второй путь, это кооперация с другими специалистами, со смежными специалистами, в нашем случае это дизайнеры. И третий путь, именно это продвижение себя в качестве публичного человека, специалиста, квалифицированного специалиста, через создание своих YouTube-каналов, блогов и прокачки своих соцсетей. Ну, в общем, вот так вот стоит привлекать заказы. Сейчас у нас уже при переходе 2021 на 2022 год. Я надеюсь, вам понравился этот подкаст. Ставьте лайки, пишите свои сообщения в комментарии. Ну, а с вами сегодня был проект Mabu. Mabu – это платформа по разработке мобильных приложений. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. И до встречи на следующей неделе. Всем пока.